Что сейчас происходит в регионе, узнаем вместе в студии Артемий Заварзин. Добрый день. Ливни, накануне обрушившиеся на Архангельск, стали настоящим испытанием для автомобилистов и пешеходов. По некоторым улицам передвигаться возможно было разве что на надувной лодке. Вот огромная лужа на перекрестке улицы Гайдара и Нагорной. Автомобилисты до сих пор передвигаются по участку на свой страх и риск. Не справлялась канализация и на Ленинградском проспекте. С точными водами было заполнено несколько колодцев. А в одном из торговых центров Архангельска и вовсе затапливала подвал. Теперь справляться с последствиями непогоды и откачивать лужи предстоит коммунальщикам. По прогнозам дожди на этой неделе покинут наш регион. В течение 7 дней погода будет теплой, облачной и без дождей. А случившийся накануне пожар в Соломболе угрожал двум жилым домам и магазину. Вот фото с места ЧП. Возгорание возникло в частном нежилом доме. Здание уничтожено огнем полностью, а также несколько хозяйственных построек. На место прибыли пожарные со всего городского гарнизона. Эвакуировано было 40 человек, в том числе 9 детей. Никто не пострадал, а причины пожара выясняются. Арктический плавучий университет Возможно, ученые стоят на пороге открытия. В холодных массах Баренцева моря обнаружена теплая аномалия. Это ранее неизвестное течение теплых атлантических масс. Чтобы подтвердить открытие, аномалию нужно фиксировать не менее 5 лет подряд. Добавлю, что из экспедиции профессор Молчанов вернется в конце июля. Перед началом каждого учебного года в городе Бумажников проходят акции по сбору средств для нуждающихся семей. В этом году таким мероприятием станет благотворительный марафон «Добрый Новодвинск», который стартует в конце июля. На первом совещании организаторы разработали план добрых акций, чтобы привлечь к участию как можно больше организаций, предприятий, неравнодушных жителей Новодвинска. И помочь ребятам из малообеспеченных семей подготовиться к школе. Сам я, как многодетный отец, тоже сталкивался с тем, что дети 1 сентября нуждаются к 1 сентября в канцелярии, в тетрадках, в всем таком прочем. Ну и по себе знаю, что помощь будет очень нужна. Помощь может быть самой разной. Можно пожертвовать любую сумму через добрый СМС, купить добрый товар или оплатить добрый пакет с минимальным канцелярским набором. Марафон «Добрый Новодвинск» продлится в течение месяца. Архангельское отделение Общероссийского народного фронта продолжает реализацию проекта под названием «Народная оценка качества». Его цель – проверить работы организации социальной сферы. Накануне инспекторы посетили первую городскую поликлинику. Впечатлило многое, но не все. Екатерина Исакова подробнее. За прошедший год первая городская поликлиника сильно преобразилась. Электронная очередь, администраторы в униформе – эти изменения стали частью программы «Новая регистратура». И это не единственный реализованный проект в медучреждении. Весной этого года мы реализовали проект отделения профилактики, когда все профилактические направления, диспансеризация, в том числе профилактические осмотры, мы сосредоточили в одном месте, на первом этаже, тем самым разделив потоки пациентов от условно больных и здоровых людей, что тоже на сегодняшний момент это очень важно. Важные изменения в поликлинике оценили посетители. Здесь во многом, конечно, улучшилось обслуживание, новая регистратура, очень внимательные, вежливые регистраторы, очень внимательные врачи. Внимательно оценили обстановку в поликлинике эксперты ОНФ. Увиденным остались довольны, хотя и без замечаний не обошлось. Работа здесь поставлена хорошо, она значительно улучшилась за последние годы. Но есть, конечно, некоторые проблемы. Одна из главных проблем, касающаяся всей нашей отрасли медицины, это дефицит кадров в первичном звене здравоохранения. И конкретно для первой поликлиники это отсутствие парковки. По итогам проверки члены ОНФ составят рекомендации для Министерства здравоохранения, чтобы проблемы решились на самом высоком уровне. Проект «Народная оценка качества» продолжается. Подобные проверки Общероссийский народный фронт проведет во всех медучреждениях Архангельска. Екатерина Исакова, Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. В Архангельске завершился чемпионат области по стритболу. За победу боролись 8 мужских и 4 женских команды из областного центра Северодвинска и Новодвинска. За стритбольными баталиями наблюдал Вадим Федосеев. Музыка хип-хопа здесь только приветствуется, ведь это не профессиональный баскетбол, а стритбол. Здесь улица диктует свои правила игры. В каждой дружине по три человека, вместо двух корзин одна. И если в баскетболе победа часто зависит от физических данных члена команды, то в стритболе главная техника игры. Физически более слабая стритбольная команда может победить соперника, применяя свои уникальные тактические приемы. Игра в стритбол, она такая непредсказуемая, что может победить каждый. Это зависит от настроя команды. Очень много движений и очень, как сказать, игра на одно кольцо. Переход одно действие к другому резкий. Можно пропустить много трехочковых и уже тяжело догнать по игре. Участие в стритбольных сражениях на площадке стадиона Трут приняли мужчины и женщины старше 18 лет. Это команды из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Среди молодежи, как бы, он летом очень популярен, потому что сезоны заканчиваются классического баскетбола и люди выходят на улицу. И благо, что благодаря вот тем площадкам, которые организовались, да, и построились. А так по городу люди играют вокруг школ. И есть спортивные площадки, которые позволяют играть в стритбол. С бешеным темпом игры стритбола забросить мяч в кольцо непросто. Поэтому проигравших в турнире было много. Но участники не расстраивались и до самого конца сохраняли победный настрой. Настрой всегда боевой. Это самое главное. Против своих, конечно, не хочется играть. Это немножко печально. Но очень отрадно, что принимать в части много команд всегда. В итоге первое место среди женских команд заняли подружки из города Архангельска. Золото у мужчин взяли северодвинцы из команды «Вальяжный Пет». Вадим Федосеев, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Мы продолжим знакомить вас с новостями региона в 16 часов. До встречи.